Добрейшего времени суток, граждане! Я, Молния Максим, километры мне в час! В прошлый раз я был в салоне Лада и чуть не офигел от цен на новые тачки. Но сегодня я решил посетить салон южнокорейской марки ХОНДЕ! Если вы искали ролик про то, что и по какой цене толкают собакоеды нынешней осенью, то вы в правильном месте гвоздь мне в колесо. Заваривайте чаю и айда со мной! И начнём мы с Сапляриса. Хе-хе, чтоб его! Эту тачку в хвост и в гриву дрочат местные бомбилы с шашечки им на кузов. Весь такой коричневый подсвет осенней грязи, прикольные LED-фары и улыбающаяся решётка во всю морду. Одной рукой рулю, а другой слёзы кредитного счастья вытираю, ёпта! О, а литьё зажали! Вместо него беспонтовые колпаки и штамповки. По салону видно, что эта тачка не пальцем делана, прикуриватель ей в штекер. Эй, эй, вы нафига её закрыли? Как мне обзор салона сделать? Ты смотри, не дают челяди кривозубой в барскую колесницу утомлённое седалище опустить. Вот тебе раз! Ладно, я и так вижу там мультируль и большое табло мультимедиа, а вот климата нету. Тут, кстати, движок 1.6 и обычная кочерга. Смотрим цену. Что? Миллион пятьсот двадцать семь тысяч за вот эту солярку на палке? Чё за грабёж собаку вам в кастрюлю? Ну-ка, идём на сайт Хёнде. Вот, я собрал на компе эту комплектуху, и мне выдало лям сто, а четыреста косарей присрали эти проныры. Тьфу ты! А я думал, Влади борзеют. Хёнде Крета. Страховку ей в кредит. Хе. А фара-то в натуре, как глаза у азиатов. Хе-хе-хе. Я новая умная Крета. Хе. А старая Крета была тупой, так что ли? Литьё. Бесключевой доступ. Да неужели она открыта? Ох. Ох, электропривод сидений, сидухи туда-сюда сами ёрзают. Ммм. Да чтоб его, и здесь механика. Жаба задушит за такие бабки брать тачку на полке. Ладно, Влади, нормальных коробок нет. Но какого поршня вы здесь-то её втулили? Цифровой спидометр и руль, как в космолёте. Бардачок без доводчиков. И тупо плюхается вниз. Сзади имеется такой вот подлокотник. Можете тут пати устроить. Хе-хе. Чёрт побери. Фары, как катафоты на велике. Разбросаны по всей заднице. Багажник не очень большой, но возить тёщину рассаду на дачу пойдёт. И цена этой кареты... Два мульта? Вы там кого съели, а? Два мульта за карету на 1.6 в моторе, на мешалке и на передке? Ну это ах, тунг, соль мне в бак. Идём на сайт. Миллион четыреста пятьдесят, пацаны. А пятьсот пятьдесят тысяч в карман дилеру, чтоб его? Это у нас... Хёнде Тусан. Не, ну прикольный корабль, скажу я вам. Весь такой зализанный, как главный мажор в классе. Бесключевой доступ, электроприводы и всё, как у людей. Мать, вот это табло, всё сенсорное. Как всеми этими свистоперделками пользоваться в минус тридцать? Подскажет кто-нибудь? Хе, прикольная тема у козырьков. За это лайкос. И снова механика с колечком заднего хода, как на «Москвиче». Хе-хе-хе-хе. Задний тракодром уже побольше, чем на «Крете». Да и в целом зад выглядит добротно. Классная, блин, тачка. Смотрим на цену. Тьфу ты! Беру свои слова назад. Это два семьсот, мать вашу. За тачку на двушки и на механике. Ну, хоть полный привод в корячере. На сайте такой стоит два сто семнадцать. А это значит, что на вар-дилера почти пятьсот восемьдесят кусков. Кучерявы живут, я вам доложу. Давайте теперь в Санату глянем. Вот это космолёт. Фу ты ну ты. Они фары натянули на капот. Ну, просто баржа. На Санату и на её брата-близнеца Киа К5, если что, наяривают все успешные манагеры. Большой седан все пацаны на районе уважают. Все гайеры перед ним ничком кладутся. Все друзья взглядом провожают, скрипя зубами. Пацан поднялся, мать вашу. Кресло и приборная панель довольно тухленькие для такой солидной тачки. Зато прикольно сделано переключение передач в виде кнопок, чтоб манки-манагер щёлкал их, как у себя на компе в офисе. Хе-хе-хе. Сзади места дофига и больше. Эээ, один вопрос. А как багажник открыть? Во дела, ни ручки, ничего. Ладно, погнали смотреть цену. Два, триста? Да тут фары не только на капот натянутся, страховку мне в кредит. На сайте она стоит лям восемьсот. А это значит, что пол яма вы снова платите за воздух. Фух, что хочу сказать. В салоне были в основном бомж-комплектации, в которые насували всякие сенсоры, мониторчики и прочую шляпу. Наполировали и выставили в три, дорога. За ту цену, что представлено на сайте, вы нигде тачки не купите. Ибо дефицит нынче, понимаешь, нет каких-то там чипов, и поэтому те тачки, что удается выпустить, накручивают как могут. Вы напридумывали, блин, говнеца всякого. Какие-то кареты, соплярисы. Вот то ли дело, девитос родной, родимые, скрипоносные. Кузов, двигло, руль, пара педалей и хоть на сахалин на пустом баке. Хе-хе-хе. Эх, братцы, дурят нас как могут. Но в следующем видосе я заеду в салон Киа с защитой им в картер. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайк и пишите в комменты о том, как вам тачки и как вам цены на них. Все. Арвуар. Арвуар.